Привет, ребят! Хочу вас познакомить с новинкой. Насколько мне известно, на рынке в России это ноу-хау такое, можно сказать. И теперь вам, если вы захотите вдруг разветвить ГРЦА-разъемы, не обязательно покупать дополнительно Y, а у вас будет кабель, который сразу изначально от компании приготовлен. Он 5-метровый, и у него с одной стороны 2 ГРЦА, а с другой стороны 4 ГРЦА. Он медный и 5-метровый. Давайте посмотрим, что же там нам приготовила компания DL Audio. В принципе, кабель выглядит недорого. Это стандартный кабель, витая пара, то есть мягкая силиконовая оболочка, которую вы можете протянуть и уложить где угодно. Она очень легко поддаётся сгибанию и разгибанию. Но хочу обратить ваше внимание на то, что здесь идёт 2 витых пары. Понимаете, да? 2 кабеля двойной. А потом они разветвляются. Соответственно, здесь другие цвета немножко. Единственное, что надо будет опытным путём узнавать, какие из них какие. По логике вещей давайте прозвоним. Итак, мультиметр у меня готов. Берём оранжевый. Это оранжевый. Чёрный. Это не чёрный. Чёрный это у нас тоже оранжевый. Итак, они, получается, слева направо сделали. То есть, вот это один канал. Это оранжевый у нас. Ну, то есть, если вы, например, оранжевый втыкаете в правый. Ну, по логике вещей, если бы он был красным, то красный обычно мы втыкаем в правый. Правильно? То есть, оранжевый именно штекер. Это у нас вот эти два крайние. Потом следующие идут два крайние. Это серый и белый. Видите, они не звонятся. Берём сигнал с чёрного. И они звонятся. То есть, понимаете, да, здесь соблюдён стерео разветвление соблюдено. Вот это вот, например, у вас будет правый канал, а вот это будет левый канал. Тем самым вы соблюдаете стерео подключение. Я надеюсь, это кому-то пригодится. Вот такая вот новиночка на рынке появилась, ребята. Мотайте себе на ус. То есть, готовый кабель. Тут не будет лишних контактов. Это всё уже залито. Готовые штекера. Здесь всё надёжно залито. Тоже пластиком. Никаких соединений, дополнительных разрывов экрана и так далее. То есть, если раньше, например, вы брали Y-ки, недорогие там, грубо говоря, за 300 рублей пару. Подключали им. И вы могли прямо тут на этом разрыве поймать какие-то наводки. То сейчас уже об этом компания позаботилась. Сделала сплошной контакт. Без разрыва, я так понимаю. И это будет более надёжно. Ну и по удобству, я думаю, кому-то пригодится. Да кому пригодится. Всем, я думаю, пригодится, кто подключает к двухканальной, например, магнитоле. Или к четырёхканальному магнитоле, у которой двойной выход. То есть, выход на фронт и выход на сап. Вы берёте выход на фронт. Вот он. И подключаете четырёхканальный усилитель. Либо два двухканальника. Либо четырёхканальник и двухканальник. Никто не запрещает взять с центральных, например, каналов с этих, с левого и правого, Y-разветвителями. Разветвить на четырёхканальник. А эти подключить на двухканальник. То есть, тоже комбинировать можно всё подключение. Но факт остаётся фактом. Это очень удобно. И довольно-таки качественно исполнено. Кабель, кстати, недорогой. Цена будет в описании. Ссылочка на товар тоже будет в описании. Заходите на сайт DL Audio, ознакомьтесь. Довольно-таки много всего выпускают. И новинки, я думаю, будут ещё. Также у компании появился вот такой кабель Gryphon Lite. Это 4 РЦА, 5-метровый. У него с каждой стороны 4 РЦА. То есть, если тот двойной идёт, то этот, ну тот с двух на четыре переходник, то этот с четыре на четыре идёт. Вот такая вот упаковка. Давайте я его достану сразу. Здесь тоже идёт витая пара. Четырёхканальный кабель РЦА. Он легко разделяется. Вы можете вообще по одному его кинуть по борта. Можете из него два двухканальных сделать. Вот таким образом. Он легко и непринуждённо раздваивается. Видите, да? Рассоединяется. То есть, вот эти вот косы можно сделать длиннее. Я думаю, многим понравится то, что он плоский. Он идеально ляжет под ковёр ваш. Под ваше утепление на днище автомобиля. Это не круглый кабель, который будет там немножко торчать. Да? Понимаете меня? Это плоский четырёхканальный кабель. Вот так. В остальном это всё тот же наш добротный, недорогой четырёхканальный межблочный кабель. Вот такие вот фирменные цвета оранжевые. Я думаю, тоже многим кому понравится. И ещё хотел вам показать две вот таких вот штуки. Тоже взял вам для ознакомления. Это конденсаторы. Пара 2,2 микрофарад. Они идут чёрного цвета с логотипом DL Audio в красивой коробочке. То есть, возможно, вам нравятся такие вещи покупать в коробках. Возможно, кому-то хотите отправить в подарок. Либо приобрести, может, близкому человеку в подарок. То есть, это уже не просто конденсаторы какие-то, а это коробочная такая версия. Грубо говоря, дорогая. При этом это, опять же, тот же самый стандартный плёночный, неполярный конденсатор. То есть, внутри там плёнка. Вот они, контакты. Можете паять, можете прикручивать. Но при этом они не жёлтого стандартного цвета, а они идут, видите, чёрненькие. Это 2,2 микрофарад. Это 3,3 микрофарад. Как по мне, решение для бренда, для поддержки лица бренда, это круто. Упаковка прикольная. То есть, это не насыпан там с какого-то китайского завода, а сделано довольно-таки симпатично. Я думаю, на этом на сегодня можно закончить. Я показал вам новиночку такую. Возможно, это кому-то из вас пригодится. Делайте выводы свои. Применяйте их на практике. Возможно, вам вот в инсталляции поможет такой кабель. Либо понравится в инсталляции такие вот использовать конденсаторы. Или вот такой межблочный кабель, как 4RCA. На этом у меня всё. Спасибо за просмотр. Всем вам большой удачи в жизни. Чистого и громкого звука. Пока, ребята, увидимся.